Первый тайм Крылья Советов играли от обороны. На 28-м минуте она дала трещь, но гол на свой счет записал Юрий Жирков. И действующий чемпион России по футболу, питерский ЗНИТ, уже начал праздновать легкую победу на Самаро-арене. Хорошо сегодня играли, особенно первый тайм, там просто показательный. Создали большое количество голевых моментов. К сожалению, смогли забить только один мяч. После перерыва Самарские Крылья Советов полетели отыгрываться. Атаки следовали одна за другой. Но мяч предательски не залетал в ворота гостей. Не получалось улучшить личную статистику и бомбардиру клуба Александру Соболеву. Тем не менее, эксперты его игрой остались довольны. Соболев, во-первых, играет лучше, чем я. Это 100%. Я не забивал 10 мячей за 16, если не ошибаюсь, или 14 туром. Соболев – целестребленный парень, который любит футбол. Я уверен, что он будет держаться на уровне и двигаться вперед. Но, конечно же, нужно за шанс цепляться. Пока забиваешь, пока вызываешься в сборную, нужно использовать за шансы. Я ему этого желаю. Я надеюсь, что так произойдет. Губернатор Дмитрий Азаров верит в талант и мастерство футболистов Крыльев Советов. Уверен, самарская команда в этом сезоне попадет в топ-10 чемпионата страны. Матч понравился. На поле была команда. Команда не развалилась под прессингом, конечно, более мастеровитого «Зенита». На мой взгляд, очень важно, что мы проявляем характер в каждой игре. Мы проявляем сплоченность. Мне кажется, это и есть главный залог будущих побед. Точку в матче. Крылья Советов «Зенит» в добавленные две минуты поставил Артем Дзюба. За пару секунд до финального свистка нападающий сборной России хладнокровно поразил ворота Рыжикова. Вышел один на один после паса от Азмуна. Поговорили на перерыв, что надо добавить движения, надо добавить агрессии. Если можно, контроль мяча будет лучше. И так и получилось. Вторым таймом мы что-то и сделали. Но на концу можно сказать, что просто «Зенит» выиграл заслуженно. Поражение от «Зенита» прервало у Крыльев Советов победную серию из трех матчей. Покинув шестое место в турнирной таблице чемпионата страны, команда разместилась на восьмом. Впереди домашний матч с «Казанским Рубином». «Самара-арена» ждет болельщиков 4 ноября в понедельник в половине шестого вечера. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Субтитры создавал DimaTorzok